Сегодня мы с вами начинаем наш новый курс совместных чтений и читать мы будем очень интересную и вызывающую много споров до сих пор книгу, собственно, трактат Аристотеля Никомахова «Этика». Но перед тем, как начать его читать, естественно, мы должны поговорить о многих проблемах, связанных с этим трудом и об Аристотеле вообще, потому что я же должен вам обосновать, почему мы вообще читаем Аристотеля, зачем он нужен в нашей текущей ситуации. Мы здесь впереди, в новом тысячелетии, Аристотель там позади, в непонятном для нас и максимально далеком четвертом веке до нашей эры. Чего вдруг? Чем он так интересен? Придется сказать, что Аристотель интересен тем фактом, что, пожалуй, ни один другой политический философ или классический политический философ не оказал такого влияния на современность и на историю философии вообще, как Аристотель. Дело не в том, что Аристотель такой умный, а, например, Платон такой недалекий и неудачный, или там, Ксенофон такой недалекий и неудачный, или Фукетит такой недалекий и неудачный. Дело в том, что так сложилось исторически. Я знаю, это худший вид оправдания, мол, так получилось, но в данном случае другого оправдания не существует. Ведь, когда в начале средних веков христиане уничтожили, как с помощью государства, так и с помощью отдельных проявлений христианского милосердия, политическую философию или античную философию вообще, под корень, она им была не нужна, потому что у них был супертекст, где все было объяснено. Им не нужна была человеческая мысль, потому что человеческая мысль не могла заменить мысль божественную. А мысль божественная была высказана в прямом откровении посредством простого и понятного для всех текста. Так вот, когда христиане все уничтожили и наступило так называемое темное время, темное не потому, что не было света электрического, а темное потому, что не было никакого знания, кроме одного знания, кроме веры. И наступило темное время, философия исчезла, она была изгнана и была уничтожена, была раздавлена в Европе. Но были такие люди, которые умудрились сохранить ее наследие. И хотя эти люди тоже были христиане, они просто были особого христианского склада. Философия сохранилась в виде текстов в Восточно-Римской империи, а если быть точно, в Константинополе. Там, в Восточно-Римской империи, эту философию во многом воспринимали, но Восточно-Римская империя не была центром мира, а особенно под конец своего существования она вообще стала непонятной периферией. А потом случилось неприятное событие, которое для нас с вами оказалось суперприятным. В какой-то момент там, на Ближнем Востоке, появилась новая религия, которая умудрилась захватить умы и сердца, а потом и города. Эта прекрасная молодая религия оказалась, будучи молодой, в состоянии ценить то, что она обнаружила в остатках цивилизации. Первое, что они сделали, это сели и начали переводить. Платон, Аристотель и Ксенофонт и прочие классические философы оказались в руках у мусульман. И когда они оказались в руках у мусульман, случилось так называемое «исламское возрождение», за которым немедленно последовало исламское просвещение, за которым немедленно последовала не исламская реформация, а уничтожение исламского просвещения. Это супердикий короткий период, где исламское возрождение, исламское просвещение, имея несколько центров, ну, например, на Пиренеях. Помните, Мавритания захватили огромную часть Испании, держивают ее. И там в этой огромной части Испании кто только не живет. И сами Мавритания, и африканцы, и арабы, и евреи, и, собственно, испанцы, находящиеся под гнетом страшной империи. И там происходит невероятное обувление, там происходит плавильный котел. Еще один такой центр, конечно же, находится на Ближнем Востоке. Там, где иудаизм, ислам и христианство соединяются в одно целое. Там, где тоже происходит плавильный котел. И в этом плавильном котле, естественно, в этом столкновении религий нельзя доказать, что твоя религия лучше, потому что ты можешь по углям пройти, а твой соперник не может. Почему? Потому что все могут ходить по углям. Все монотеисты и авраамисты. И хождение по углям больше ничего не доказывает. Доказывать надо как-то по-другому. И тут появляются труды классических политических философов вообще, и Аристотеля в частности, который учит, как надо доказывать что-то. Когда это происходит, Аристотель становится философом номер один, философом с большой буквы. На Востоке не столько воспринимают Платона, сколько воспринимают Аристотеля. И под влиянием Аристотеля, и в частности его как логических, так и теологических идей или метафизических идей, начинается адская работа по восприятию, по анализу священного текста. Потому что Аристотель, опираясь на которого мы можем объяснить мир, и сейчас я постараюсь вам показать почему, должен столкнуться с этим невероятным нагромождением древних сказок и столкнувшись раздавить его. И так мы получаем Аль-Фараби и Ибн-Синну, он же Авиценна, которые просто начинают прессом аристотелевской мысли уничтожать библейские, ну не библейские, скажем, священные тексты. В иудейском наследии мы находим Маймонида, в христианском наследии мы находим других мыслителей. Почему эти, я говорю, другие мыслители? Потому что когда Ибн-Рушд сталкивается с Аристотелем и принимает Аристотеля, он, читая священный текст, больше не понимает священного текста. Короткий пример, который вам должен быть знаком, и который вы можете найти как у Маймонида, так и у Ибн-Рушда, заключается в следующем. В священном писании сказано, что Бог ходит, что Бог говорит, что Бог смотрит. Если человек создан по образу и подобию Божьему, а человек ходит, говорит и смотрит, и Бог ходит, говорит и смотрит, это значит, что Бог смотрит глазами, ходит ногами, а говорит ртом. Это значит, что у Бога есть глаза, рот и ноги. Если у Бога есть глаза, рот и ноги, это значит, что Бог телесен. Если Бог телесен, значит, Бог несовершенен, потому что все телесное вокруг нас изменчиво, совершенное не может быть изменчиво. Когда Ибн Руш сталкивается с этим простым противоречием, он пытается его решить, решить в кавычках, конечно, и создает так называемую теорию двух истин. Есть логическая истина Аристотеля, а есть истина книжки. И вот они не должны пересекаться. Таким образом, Ибн Руш пытается сказать, что как бы богу богов, а разумным людям разумным. В Европе это наследие авиараизма перехватывают Марсилий Пудуанский и Сигер Брабанский. Ну сначала Сигер, потом Марсилий. И естественно, вместе с этим наследием приходит и сам Аристотель. Платон еще не приходит, он никого особо не интересует. Когда Аристотель приходит, и Сигер Брабанский и Марсилий Пудуанский начинают на основании Аристотеля повторять теорию двух истин, они начинают делать вывод, который Ибн Руш себе сделать позволить не может. А именно они, как более светские представители науки, просто начинают говорить о том, что как бы, а вот книжка уже не для книжных людей, а книжка для никого. И что если мы хотим построить нормальное общество, то строить его надо не на основании непонятных записей, непонятных людей, а строить его надо на разуме. Почему они говорят на разуме? Потому что они читают некомаховую этику, где прямым текстом написано, что человек отличается от других животных разумом. Что вся вселенная существует благодаря разуму, и только разуму она движима. И следовательно, если мы хотим создать гармоничное общество, мы тоже должны создавать его, основываясь на разуме. Церковь немедленно пытается схватить этих ребят. Помните, что происходит с Сигером Барабанским? Его вызывают в ставку папы, и там он случайно умирает от того, что какой-то служка сходит с ума и душит его. Потом папа вызывает к себе Марсилия Падуанского, но Марсилий-то уже знает, что случилось с Сигером, и Марсилий не едет. Вместо того, чтобы ехать, он становится сторонником врага папы. Потом, правда, приходит и его очередь, но он умирает раньше, чем папа успевает до него добраться. Это история. Церковь не может победить этого нового учения, поэтому церковь пытается ассимилировать его. Так появляется схоластика и величайший схоласт всех времен и народов Фома Аквинский. Фома имеет цель, Фома – цепной пёс в церкви, и у Фомы есть цель. Она очень простая. Взять Аристотеля и доказать, что теория двух истин – ложная теория, что Аристотель полностью согласуется с Библией, что разум и вера не различаются, что они абсолютно совпадают в своих выводах. Получается у Фомы или нет? Это вторая история. История номер один. Как только церковь принимает Аристотеля, Аристотель уже не может быть выветрен из западной культуры и западной цивилизации. На Аристотеле строится всё в дальнейшем. Какой самый простой пример. В Негамаховой этике Аристотель говорит, что целью человеческой жизни является счастье. Смотрите, после того, как наступает условное новое время, у Аристотеля появляются оппоненты. Но в первую очередь это какой-нибудь Бекон. Бекон пишет новый органон. Так вот, новый органон – это сиквел к чему-то. Он ведь новый органон, это предполагает, что есть старый органон. Старый органон – это Аристотель. В Макеавелле пишет, что вот эти ребята, старики, классические политические философы, понапридумывали всяких идеальных субстанций. Вот мы вообще бы не про это. Наша новая политическая наука, она про реальность. Гоббс пишет, что Аристотель думает, что люди естественно-социальны, ничего подобного. На самом деле люди не естественно-социальны. Люди, значит, это злые, непонятные. То есть мыслители нового времени пытаются себя Аристотелю противопоставить. Так создаётся новая современная наука, потому что античной науки не существовало. Но проблема-то в том, что они целиком и полностью оказываются укоренены в Аристотеле. Потому что что Гоббс, что Локк, что Спинозер объявляют о том, что целью человеческой жизни является счастье. Но это именно то, что говорит Аристотель. Современный либерализм, объявляющий, что целью человеческой жизни является счастье, индивидуальное счастье, да, мы сейчас не будем в это углубляться, он целиком и полностью выходит из книжки, которая называется «Никамаха у Этика». И сколько бы он не отрицал этого, от этого нельзя скрыться. Таким образом, современное государство, современный мир, политический мир, целью которого является создание таких условий, при котором каждый отдельный индивид может быть счастливым, на самом деле строится на предпосылке Аристотеля о том, что целью человеческой жизни – это счастье. И он не доказывает эту предпосылку, он не может ее доказать в принципе, потому что он думает, что она уже доказана Аристотелем. И что нам не нужно заново доказывать этой предпосылке, достаточно просто обратиться к Аристотелю. Далее. Вот эти вот все новые органоны, все эти Гоббс и Локи, вы ведь замечали, что Гоббс и Лок пишут не только политические трактаты, что их гигантское наследие составляют всякие ужасы, типа гносиологии, типа теории представления о свете, там Декартового наследия какой-нибудь, да, как человек свет воспринимает глазом, типа каких-то зачатков психологии даже. Они что пытаются этим сделать? Они пытаются создать всеобъемлющую систему. Они пытаются создать философскую систему, пиком которой, естественно, будет политический порядок, но основанием которой является исследование природы вообще и природы человека в частности. То есть природа вообще – это что такое свет, как свет отражается, как существуют физические предметы, как они вращаются, как они двигаются. Прямо для человека – это что? А как мы воспринимаем их движения? Как свет попадает на сетчатку глаза? Почему существуют оптические иллюзии? Почему они не существуют, да? Дальше идет немножко психологии, и уже на этом основании мы строим политический порядок, который соответствует всей этой нашей всеобъемлющей системе. Так вот, первый систематический мыслитель – это, конечно, Аристотель. Вы можете сказать мне, ну, это чересчет. Первый систематический мыслитель – это Сократ. Потому что до Сократа, очевидно, никакого систематического мышления, никакой систематической философии не было создано. Ни Гераклит, ни Парменид, ни Пифагор, естественно, никакими систематиками не были. Об этом говорят как дошедшие от них отрывки, так и общая история, которую мы знаем про них. Я согласен с вами, Сократ был систематиком, но если Сократ был систематическим мыслителем, он точно не был систематическим излагателем. То же самое касается и Платона. Мы можем сказать, что Платон – это первый философ, который создает глобальную философскую систему. Опять же, от физики, только в его случае в кавычках метафизики, от теории идей к биологии, там какой-нибудь, как мы создаем идеального человека, ну, Платоновским числом, мы просто знаем, когда кого с кем совокуплять и в какой день. К идеальному политическому порядку, к государству или к законам. Но проблема заключается в том, что хотя Платон был систематическим мыслителем, он не был систематическим излагателем. И представить себе цельной платоновской системы, например, теорией идей, не может уже даже Аристотель. Вы увидите это в самой никомарховой этике, Аристотель будет просто в пух и в прах пытаться разбить теорию идей, потому что она вообще никакая. Ее не существует. Таким образом, Аристотель может быть не первый систематический мыслитель его вообще, но он точно первый систематический излагатель. И именно поэтому в хороших западных университетах, насколько мне дано это увидеть, изучение никомаховой этики начинается с изучения трактата о душе. Невозможно понять никомахову этику, не понимая представления Аристотеля о трех типах души и об их взаимодействии друг с другом. А в лучших западных университетах исследование Аристотеля, никомаховой этики Аристотеля, начинается с категорий. Потому что невозможно понять, как Аристотель приходит к теории души, а именно разумной души, не поняв его метафизики, не поняв его физики. А чтобы понять его физику, вам придется ответить на вопрос, что такое субъект, или говоря по-русски сущность. А для того, чтобы ответить на вопрос, что такое сущность, нужны категории. То есть Аристотель начинает с современного ему языка, говорит, смотрите, в языке есть подлежащее, несказуемое, сейчас об этом будем подробнее говорить. И у них есть какие-то свойства. И сущее в конструкции подлежащее, сказуемое, это только подлежащее. И не всякое подлежащее, а только определенного типа подлежащее. У него есть конкретные свойства. Когда мы расскажем, что такое сущие, понимаем, сколько типов сущих есть, как сущие взаимодействуют с миром, говорит Аристотель, мы затем можем ответить на вопросы, например, о конкретном сущем. Этих вопросов всего четыре. И когда мы ответим на все четыре, мы поймем, что это перед нами. И когда мы поймем, что это перед нами, мы сможем двигаться дальше. То есть исследование Аристотеля начинается с самого начала и идет до самого конца. Самый конец – это, естественно, политика, идеальное государство, идеальная политическая система. Потому что, как вы понимаете, никомахова этика непосредственно предшествует политике. Они не только перекликаются своими началами, но и в политике просто есть прямые отсылки к никомаховой этике. То есть Аристотель создает систем, язык, категории физика, метафизика, а душе, никомахова этика, политика. И вы не можете хорошо понять никомахову этику, не понимая вот того основания пирамиды, вершину которой вы собираетесь исследовать. Поэтому мы с вами должны поступить в лучших западных традициях и немного разобрать эту, собственно, систему Аристотеля, которая излагается в указанных мной трудах. Естественно, я не претендую на то, чтобы изложить вам всю эту систему целиком от начала до конца. Банально потому, что я не являюсь специалистом и особо серьезно этой темой не занимался. Однако, все-таки какую-то краткую сумму для того, чтобы вы, наверное, больше специалисты, чем я, да? Некоторые из вас здесь присутствующие. И вы мне поможете. Однако, краткую сумму я должен дать. Краткая сумма выглядит следующим образом. Действительно, мы начинаем с языка из категории, из подлежащего и сказуемого. Когда Аристотель разбирает эти вещи, структуру языка, он говорит о том, что в каждом предложении речь всегда идет о некой сущности, о неком подлежащем. Вот эта сущность, действительно, существующая, она имеет некоторые простые языковые свойства. Например, у нее нет противоположностей. И правда, смотрите, Сократ идет по белой заснеженной дороге в лес. Сократ это сущность. У нас нет противоположностей Сократа. Зато, например, белый это уже не сущность, потому что у нас есть черный. Идиот это не сущность, потому что можно стоять, можно лежать. А вот Сократ сущность. У сущности, говорит Аристотель, нет степеней. Можно идти быстрее и медленнее. Снег может быть более белый, менее белый. Сократ не может быть менее Сократ или более Сократ. Мы можем сказать, что также сущность может быть множественной. Белое не может быть множественным, идет не может быть множественным, но, например, если мы заменим Сократа человеком, а человек это тоже сущность, сейчас мы поймем подробнее об этом позднее, то мы можем сказать, люди идут по белому снегу, пожалуйста. Мы также можем сказать, что сущность меняет свои свойства, она способна изменяться. Иными словами, белый не может не быть белым, снег не может не быть снегом. Но давайте я на белом остановлюсь. Белое не может не быть белым, а снег, давайте, раз уж мы взяли снег, а снег может быть снегом, может быть водой, может быть льдом. Сократ может быть старым, может быть молодым, может быть средним, да, среднего возраста. Идти не может меняться, да, то есть вы можете идти быстрее, идти медленнее, но понятие идти всегда остается замкнуто в этих рамках. Чтобы решить указанную проблему, а именно, что сущность может быть множественной, Аристотель говорит, что сущности бывают два типа, первичные и вторичные. Первичные сущности это, собственно, Сократ, это конкретный человек, конкретное дерево, конкретная снежинка. А вторые сущности это виды и роды. Ну, например, человек это вид, человек это вторая сущность. А животное это род, это тоже вторая сущность. В чем свойства второй сущности? Они включают в себя первые сущности. То есть первые сущности не включают в себя ничего, вторые сущности включают в себя первые сущности. После установления этих простых вещей о сущностях, там на самом деле все гораздо сложнее, может быть в перерыве, если вы захотите задать какие-то вопросы, я попробую объяснить, потому что там появляется гигантская схема, как работают сущности, отношение к этим сущностям, универсалии, партикулярии, то есть, например, можно ведь сконструировать такое предложение, где Сократ сегодня, будучи красным, от стыда идиот и так далее, и так далее, и так далее. И вот красная стыда Сократа, это ведь тоже сущность, потому что изменения зафиксированы, это вот частные изменения, это общее изменение, короче, мы в это не лезем. Дальше, и я очень рад, что применил предложение Сократ идет, переходит к физике и говорит, главный феномен физики, который мы имеем на руках, это движение, некоторые предметы способны двигаться, причем мы должны понимать, что двигаться не значит идти из точки А в точку Б. Смотрите, камень это сущность, потому что он способен двигаться, не в том смысле, что он способен ходить, а в том смысле, что он способен претерпевать изменения, например, разлагаться под влиянием ветряной и водяной эрозии. Дерево может двигаться не в том смысле, что оно может встать и наконец-то уйти отсюда, а в том смысле, что оно растет. Животное может двигаться, оно может переходить из точки А в точку Б, а человек получает еще одну степень движения, моральную степень движения. То есть он может делать выбор, и это тоже движение. Аристотель говорит, о любом предмете, который мы имеем на руках, мы можем сказать, он является естественным или он является искусственным. И к любому предмету мы можем задать четыре великих вопроса, и как только мы ответим на них, мы поймем, что перед нами за предмет. Четыре вопроса – это так называемые четыре причинности или четыре причины. Причина первая – это формальная причина. Вопрос – что это? Формальная она не потому, что мы формально его задаем. Формальная она потому, что она касается формы, и это будет очень важно впоследствии. То есть мы отвечаем на вопрос, что за форма у этого предмета. Вторая причина – материальная. Из чего это? Третья причина – это эффективная. Опять же, эффективная не в смысле выдать 110% или 146% эффективности. А что создало это? И, наконец, четвертая причина – это целевая причина. Ради чего это? Что это? Из чего это сделано? И что создало это? Вроде абсолютно понятные вопросы, да? А вот вопрос, ради чего это, для современного человека звучит очень странно. Потому что вопрос, ради чего искусственный предмет, абсолютно понятен. Там, ради чего автомобиль, ради чего стол, ради чего стул, ради чего дерево. Или там, а ради чего таракан в вашей общежитийской комнате в Каньпоках? А ради чего солнце? Вот, да. Ну, по сути, ведь все можно так или иначе привязать к человеку. То есть у всего есть цель, чтобы слушать человека. Ни в коем случае. Это христианское представление о мире. Бог создал мир ради человека, да? И, соответственно, все ради человека. Ну, то есть дерево, допустим, оно дает кислород, чтобы человек... А Аристотелю откуда об этом знать? Более того, дерево дает кислород, но оно ведь... Но ведь кислород, вы же понимаете, что в случае с кислородом это продукт жизнедеятельности. То есть вы хотите сказать, что дерево существует, чтобы гадить. В буквальном смысле. Это плохая логика, да? Вот. То есть с тем же успехом вы могли бы сказать, квасные бактерии или бактерии молочного брошения, они существуют, если бы у нас кефир был. Но молочное брошение – это результат жизнедеятельности. Вот не сходятся ситуации. Кроме того, эта точка зрения просто-просто опровергается каким-нибудь несчастным буддистам, который говорит, хорошо, хорошо. А тогда человек, наверное, существует для марилийного комара. Вот. Или там... А человек существует для бубонной чумы, потому что где еще как-нибудь нас? Вот. Или там для нового ретро-вируса, или как он там называется? Коронавирус, да? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Но так получается, все существует для всего? Нет. Вот здесь у Аристотеля проблемы, и Аристотель решает их потрясающим. Он говорит, так, ребята, все просто. Значит, либо везде хаос, и все случайно. Либо все имеет свою цель. Вариантов нет. Если все случайно... А? Фукидиду читал. Ммм, сложный вопрос. Он точно читал ксенофонта? Может быть, он читал у Фукидиды, да. Может быть. Значит, если все случайно, то тогда почему из камней не растут деревья? В буквальном смысле. Почему из земли не вылазят свиньи? Земля с точки зрения института рождает, но только мелких насекомых. Там червей, пчел, ос. Вот это вот вылазит из земли. Из земли не вылазят точно гигантские млекопитающие. Почему, я не знаю, с неба не падает, не сыпется дождь из конфет? Ну или... Потому что это случайно. Нет, нет, нет. Если бы все было случайно, если бы был хаос, тогда действительно мог бы пойти дождь из конфет. И действительно из земли прямо сейчас могла бы вылезти свинья, а из этого монитора полезло бы дерево. Но это такой хаос, а у нас такой хаос. Нет, нет, нет. Смотрите, а у нас-то никакого хаоса нет, потому что мы точно знаем, что дуб вырастает из желудя. Смотрите, если бы у нас свинья не рождается от другой свиньи, я бы как раз действовал в рамках логики. Свиньи производят свиней. Если бы Земля производила только свиней, это было бы не хаос. Здесь я с вами должен согласиться. Но если в любой момент времени могло произойти всё, что угодно, то тогда мы имеем на руках хамс. То есть, какой принцип? Всё из ничего. И Ристос говорит, что всё из ничего не может быть. И мы нигде не видим, чтобы хоть что-то происходило из ничего. Таким образом, перед нами не случайность. А если это не случайно, значит, это специально. Иными словами, значит, это имеет свою понятную цель. Да. Мутации, например. Когда мутации происходят. Или возникают новые виды и так далее. То есть, это всё равно нельзя исключить. Нет, нет, нет. Вы же должны понимать очень простую вещь. Из обезьяны может развиться человек. Но из человека прямо сейчас не вылезет птица. Но при этом из обезьяны всё равно может вылезти человек. Но только человек. Понимаете, да? Но всё равно это нелогично, что из обезьяны может выйти человек. Как раз таки это 100% логично. Потому что это произошло не случайно. Человек не вырвал грудную клетку обезьяны как чужой. И не вылез, значит, из неё. А это произошло постепенно на фоне меняющихся абсолютно логичных событий. Например, обезьяны ушли из леса в саванну. И в результате... Ну, банально произошло из-за ледникового периода, да? Опустынивание. В результате чего в саванне, эти высокая трава, эти несчастные обезьяны, привыкшие на деревьях скакать, вынуждены постоянно вставать на две ноги, чтобы видеть, что там в траве бежит к ним. И так далее, и так далее. То есть, если бы завтра дельфины эволюционировали, я не знаю, в собак, мы бы могли сказать, что что-то происходит из ничего. Но дельфины не могут эволюционировать в собак. Ну, а люди, которые, допустим, рождаются с тремя руками? Да, хороший вопрос. Во-первых, от человека не может родиться ничего другого, кроме человека. Ну, если бы... Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, это происходит с обезьяной. То есть, мы обезьяну... Человек, который вырос из обезьяны, мы же просто его назвали человеком. Мы просто могли сказать, что это вот такая разновидность. Такая разновидность, да, 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 да. Также человека с тремя руками мы можем назвать просто как человека, а можем сказать, что это... Для Аристотеля, естественно, все это не знакомо. Но если мы говорим об этом серьезно, сейчас мы смело можем сказать, что человек с тремя руками – это генетическая аномалия, это отклонение. Это не нормальный человек. Аристотель сформулирует эту мысль в политике и еще раз сформулирует ее в никомаховой этике, если мне не изменяет память. Звучит она так. природа пытается, но не всегда достигает. То есть, и у животных, и у людей действительно бывают в развитии отклонения, и мы можем увидеть, как овца рождает там головую овцу. Но, во-первых, это все еще овца, а во-вторых, это как раз-таки ненормальный случай, который мы должны отбросить. Среди людей существуют сумасшедшие, но это люди, это не инопланетяне, не дельфины, не собаки, тут никуда не деться. Ну, то есть вся проблема Аристотеля заключается только в том, что он был не знаком с современной наукой. Нет, современная наука никак не опровергает это. Ну, почему? Мы же знаем о том, теории большого взрыва, или мы знаем о том, что... Да, но зная о теории большого взрыва, а именно о том, что произошел большой взрыв, мы не можем сказать, было ли это случайностью. То, что там, я не знаю, свиньи не вылазят из земли... Так это знал еще Аристотель. Ну вот, да, это ведь не случайность, это просто факт, и он объясняет... Нет, смотрите, это ведь не просто факт, потому что... Просто факт — это случайность. Сосулька упала вчера и убила женщину. Это случайность, это факт. А сосулька упала, потому что кто-то не убирает снег на крышах, произошло потепление, потом похолодание, сосульку не сбили, снова случилось, чувствуете, да? У вас только два варианта взглянуть на мир. Либо все — это хаос, но это не так. Либо, если все не хаос, тогда все упорядочено. А раз все упорядочено, все имеет свою цель. А как ксенофон-то нельзя 50 на 50? Нет, нет, так нельзя с точки зрения Аристотеля. Видите, система, систематический мыслитель. Почему, если он условно абсолютизирует, то есть либо все, либо ничего, но он все равно продолжает говорить о том, что человек должен быть там умеренным, то есть про золотую середину как раз именно в человеке? Сейчас мы до этого дойдем. Мы все еще изучаем физику, физику, двигаемся дальше. Аристотель говорит, итак, у всего есть своя цель. Именно поэтому мы видим перед собой не хаос, а космос. Давайте я приду к более простой пример, потому что свинья из земли — это конечно мои проблемы. Это прикольно, но это мои проблемы. Если бы все могло происходить из ничего, если бы все могло меняться в любой момент, то мы в любой момент могли бы либо получить второе солнце себе на землю, либо солнце вместо земли, либо наше солнце бы исчезло, либо планеты бы исчезали. То есть мы бы смотрели на звездное небо, а оно каждую ночь было бы совершенно другим. И мы не просто бы не наблюдали движение звезд по небу, а вы помните, что астрономия — это еще египетское изобретение, если не еще более древняя штука. Но мы бы не просто не наблюдали звезд по небу, мы бы наблюдали просто светомузыку. Аристотель говорит, значит, если не хаос, то космос. И в этом космосе у каждого предмета, естественного предмета, по искусственному мы не говорим, у них точно есть своя цель. И он к этой цели движется. Это основание его учения о телеологии. Естественно, вы могли бы тогда меня спросить, ну хорошо, понятно, какая цель у парты, а какая цель у шелудя, например. Вот он там упал, лежит себе и такой, размышляет, что он будет делать, когда вырастет, на какую работу ему устроиться, как детей завести, как образование получить. Но Аристотель говорит, нет, 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 нет. Помните формальную нашу причину, которая формальная, не потому что мы ее формально задаем, а потому что она про форму. Вот Аристотель думает, что форма — это ДНК, в кавычках, естественно. Иными словами, Аристотель думает, что цель определенного предмета — это достичь его формы. Иными словами, цель желудя — стать дубом. — Это у всех? — У всех предметов, да, конечно. То есть цель ребенка — стать человеком. Это очевидно и норма. — А зачем? — Зачем эта цель? Сейчас, подождите, мы до этого тоже дойдем. Аристотель пытался предположить, что цель есть только у тех, кто имеет душу. — Сто процентов верно. И именно поэтому мы переходим от физики к трактату о душе. Аристотель говорит, есть три типа души. И они насваиваются друг на друга в зависимости от того, представителем какого рода вы являетесь. Растительная душа, желающая или аффективная душа и мыслительная душа. ДНК, вот эта вот форма, она заложена в душе. В русском языке до сих пор это осталось. Одушевленные и неодушевленные предметы. Иными словами, растение — это одушевленный предмет. У него есть душа. Но только какая душа? Растительная. Растительная душа отвечает за воспроизводство, питание и рост. — А у человека может быть растительная душа? — Она не просто может быть, она есть. — То есть у человека все три? — Да. У животных две. Растительная и аффективная. Аффективная, естественно, отвечает за желание и за достижение этих желаний. Это очень важно. У животных есть фроносис. Никомахова этика, вы потом поймете эту важность. Но первая плойная никомаховой этики — обсуждение нравственных или моральных добродетелей — неотделима от фроносиса. Фроносис — по-русски практическая мудрость. То есть, грубо говоря, обезьяна хочет высоко висящий апельсин. И она понимает, что она до него не дотягивается. Она все время падает вниз. Помните, там есть мемчик с сусликами, которые тянутся к пончику? Стоит вот такой вот маленький турник. Висит пончик на веревочке. И суслик, значит, за турник этот подтягивается, делает подъем, а потом делает подъем с переворотом, потому что он не выдерживает, крутится вниз, не дотягивается до пончика. И снова, значит, одной лапой пытается встать на эту жердочку, падает второй. Можете посмотреть, это очень забавно. То есть, как мы достигаем того, чего желаем? Обезьяна берет и кидает камень в этот апельсин, и он падает. Или там она палку делает и пытается в муравейник, или там в господи, термитник запихать эту палку, чтобы поесть термитов сладких и муравьев сладких. Или там собака унюхивает и бежит за зайцем. Там волк бежит за зайцем. Или там кошка прячется в тени. То есть, у нее есть желание и у нее есть фроносис, чтобы достичь, реализовать каким-то образом это желание. Наконец, третья душа мыслительная. И она, как бы, свойственна только людям. И мыслительная душа — это мудрость. София. Собственно, она отвечает за абстрактное мышление, не связанное с достижением цели. Душа отвечает на самом деле за три причины, за эффективную, целевую и формальную. Ну, понятно, да, почему? Хорошо. Итак, мы понимаем, что человек от других животных отличает разум, вот эта мыслительная душа. Что такое душа? Говорит Аристотель. Если душа отвечает за движение. Душа — это перводвигатель. То есть, вы можете двигаться, растения могут двигаться, животные могут двигаться, потому что у них есть что-то, что само движет их. Как к этому Аристотель приходит? Мы возвращаемся обратно к физике, сейчас будем переходить к метафизике. Аристотель говорит, что всё в этой жизни просто. Возьмите катящийся со склона камень. Он ведь не мог получить движение просто так. Его кто-то толкнул, что абсолютно логично. Ну, там землетрясение случилось, или это мальчишки балуются, неважно. Его кто-то толкнул. Но ведь это самое землетрясение случилось не на ровном месте. У него ведь тоже есть свои причины. Его тоже кто-то сподвиг, тоже кто-то толкнул. Тоже что-то случилось, чтобы оно произошло. Например, движение тектонических плит. Да, случилось. И поэтому случилось землетрясение, и поэтому камень упал. Люди говорят, окей. А движение тектонических плит, оно что, само по себе произошло, или у него тоже есть причина? И ответ, очевидно, у движения тектонических плит есть причина какая. Значит, причина движения тектонических плит заключается в том, что литосфера не является солидным веществом, цельным веществом, она жидкая. Это было в 10-м классе. Вот именно. А для меня-то это вообще было 30 лет назад. А я всё ещё помню. Видите, как психологические травмы помогают в жизни. Значит, она не солидная, она не цельная, в смысле, она не цельное вещество, не твёрдое вещество, она жидкая, поэтому она всё время двигается. А почему она всё время двигается, двигая тем самым литосферные плиты? А потому что у Земли есть раскалённое ядро. А почему у Земли ядро есть? Почему оно горячее, да? Оно двигается, потому что оно горячее. Например, у Плутона тоже есть ядро, но оно солидное, оно застывшее. А у Земли оно горячее. А почему оно горячее? А потому что, когда Земля образовывалась, получилось так, что мы находились в оптимальных состояниях для того, чтобы это ядро, изначально расплавленная масса, не застыла, как в случае с далёким-далёким условным Плутоном. То есть магнитное поле Солнца и Юпитера так давит на наше ядро, что оно и так далее, и так далее. Хорошо, хорошо, хорошо. А почему наша Солнечная система так сформировалась? Ну, потому что были изначально какие-то газовые облака, которые, соединяясь вместе под силой гравитации, спрессовывались. Хорошо, откуда облака? Потому что вначале был большой взрыв. А откуда большой взрыв? И вот эта причинность, она бесконечная. В смысле, Аристотель снова находится в диалектике. Либо причинность бесконечная, но бесконечность мы не можем осознать, потому что мы люди и разумные. Невозможно себе представить бесконечность. Либо она конечная. Иными словами, мы можем дойти до перводвигателя, до того, что толкнуло всё остальное, но само оставалось недвижимым. И этот перводвигатель, с точки зрения Аристотеля, и тут от физики переходим к метафизике, это первопричина. Это есть некий разум. Точно так же, как в людях, разум является источником движения, перводвижение. Он недвижим сам. То есть он движет всё остальное и двигается сам, при этом оставаясь в покое. Точно так же и Вселенная началась благодаря, стала движимым разумом. И этот разум Аристотель называет божественным разумом. В современных учебниках часто считается, что перводвигатель – это некий бог Аристотеля такой особо. Так это не то же самое, как добегает евангелист, как вы говорили. Нет. Есть огромная разница, потому что евангелист, вы спрашиваете, а что ты так думаешь? Он отвечает, ну, в книжке так написано. А Аристотель пришёл к этому, опираясь, отталкиваясь от реальности, которую он наблюдает. Как же откровение там всё-таки? Так нет никакого откровения для Аристотеля. Нет, я про евангелиста. Ну, а у него всё в порядке. Да, в книжке написано, значит, так оно и есть. Ну, по сути, у одного бога всё-таки другого. Гигантская разница. Бог Аристотеля ничего не знает о созданном им мире. Его этот мир не интересует вообще. Бог Аристотеля – это чистая мысль, которая мыслит сама себя и сама себя желает. А мир – это просто побочное действие его перводвижения. Бог Аристотеля не просто не создавал мир, в смысле, всё продумывал до последнего момента, там деревья рассаживал в райском саду, людей там лепил из глины. Вообще нет. И он не заинтересован никак ни в судьбе человечества, ни в судьбе этого мира, ни в чём. Почему тогда появилась эта система? Какая? Почему тогда всё не случайно? Нет. Я вам только что объяснил, почему всё не случайно. Вот эта великая мысль, она сама всё создаёт, и ей при этом… Нет, она даёт первый толчок. И в соответствии с этим первым толчком всё остальное уже не случайно. Ну, всё-таки. Я думаю, что примеры приводить не надо. Соответственно, так как вот этот вот божественный разум, он божественный, соответственно, так как единственный, кто имеет разум, кроме этого божественного разума, это человек, то человек каким-то образом является сродни этому вселенскому разуму. И вот теперь мы прекрасно будем понимать никомахову этику, когда, например, Аристотель будет говорить, что нравственные добродетели или моральные добродетели ведут к счастью, и достигнуть этого счастья можно с помощью фроносиса. А в конце книги будет говорить, что только мудрость ведёт к счастью. И понятно, почему, да? Только подлинно человеческая деятельность, связывающая человека с божественным разумом, только высшая деятельность человеческой души, разумная деятельность, может вести к счастью. А фроносис и моральные добродетели связаны с животной частью души. И к подлинному счастью они вести не могут. А на практике я отвечаю, что даже это мудрость ведёт к счастью. По фронту-то. Сейчас мы должны задаться вопросом, что такое счастье, и разобраться в этом. Мы возвращаемся обратно к четвёртой причине, целевой причине. Ради чего? И ответ Аристотеля вам уже известен, потому что вы читали никомахов этику, и я вам только что его проспорил. В случае человека ответ только один. Ради счастья. Человек существует для того, чтобы достичь счастья. И мы до сих пор находимся, я думаю, вы не станете отрисовать именно в этой парадигме. Причём это доказывается очень-очень просто, даже аристотельскими методами. Смотрите, ради чего вы учитесь? Ну, ради того, чтобы работать, потом устроиться на хорошую работу. А ради чего вы устроитесь на хорошую работу? Ну, для того, чтобы получать хорошую зарплату. А для чего вам хорошая зарплата? Ну, для того, чтобы летом в отпусках ездить в Египет. А для чего вам ездить в Египет? Счастье. Или, например, зачем вы учитесь? Чтобы быть умной. Зачем вы хотите быть умной? Чтобы найти хорошего партнёра в жизни. Зачем вы хотите найти хорошего партнёра в жизни? Чтобы создать семью. Зачем вы хотите создать семью? Чтобы быть счастливой. «Ко всякой деятельности», говорит Аристотель, ко всякой причине, которую вы можете назвать как причину своих действий, можно задать следующий причинный вопрос. но на вопрос зачем вы хотите быть счастливой ответить нельзя задать дальнейший вопрос нельзя а зачем вы хотите быть счастливыми да можно но давайте это комфорт ладь ради комфорта а зачем вам нужен комфорт а потом это же шаг назад то есть потом когда за вам задают вопрос о чем вы хотите комфортно снова возвращаетесь к счастью чтобы чтобы меня если вы специально сейчас приводитель примеры для данных чуть быть у вас целевая аудитория да мы об этом что ты сначала сказали что у аристотель жизни делать newly существуетu понятно нет я с общеники разумными с Congratulations with Come선emos and with Come Конных ну да 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 то есть аристотель мы сейчас увидим это Аристотель начнёт с общепринятых миний. То есть он скажет, что целью жизни является счастье. Все с этим согласны. Что такое счастье? Это индивидуальный вопрос. Не для классиков. Для Группса и Лока, конечно. Для классиков, для Аристотеля это абсолютно не так. По поводу счастья. Счастье оно как бы в настоящем или оно в будущем? И что делать человеку, если он достиг своего счастья? Если он стал счастливым? Если вдруг вам настолько повезло, что вы достигли своей цели... То умирать? Почему? Продолжать быть счастливым. Ну так если я больше не буду счастливой. То есть у меня больше нет цели, чтобы выжить, потому что я её достигаю. Когда вы достигаете цели быть богатой, вы же не перестаёте работать после этого, верно? А если перестаёте работать, вы же всё равно продолжаете каким-то образом вкладывать эти финансы, чтобы они пополнялись. Потому что иначе, если вы просто стали богатой и начали тратить деньги, вы снова скоро станете бедной. Иными словами, счастье всё время надо поддерживать. Аристотель объяснил это очень простой штукой. Счастье – это результат добродетели. А добродетель – это привычка. Иными словами, чтобы быть счастливой, вы тренируете себя, или законодатель тренирует вас, поступать определённым образом в определённых ситуациях. И вы всегда, чтобы быть счастливой, должны поступать так. Вот о счастье здесь, сейчас или когда-нибудь в далёком будущем? Для большинства людей – никогда о счастье. Но это цель. Мы к ней идём. Но это не христианство? Нет, 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 нет. Никакой загробной жизни. Нет, это же не про загробную жизнь. Терпи сейчас. Чтобы потом. Для Аристотеля вот этого терпи нет. Немножко по-другому. Тренируй себя сейчас. И когда ты будешь достаточно натренирован, ты станешь счастливым. Ну, при жизни. При жизни, конечно, конечно. Я постоянно слышу этот пример, но никогда не верю ему. Может быть, вы слышали его тоже. Люди часто утверждают, что им не нравилась классическая музыка. Но все вокруг утверждали, что классическая музыка – это хорошая музыка. Они заставляли себя слушать эту музыку. Потому что все же говорят, что надо слушать эту музыку. И в какой-то момент времени после начала прослушивания, в смысле через несколько месяцев или через несколько лет, они вдруг понимали, насколько это хорошая музыка. И уже после этого не надо было себя заставлять. То есть вам поначалу тяжело, надо преодолевать себя. Это не выглядит вашим тунс-тунс, который вам нравится. Вы должны ждать, что симфония идет три часа, и это при этом цельное произведение. А вы привыкли к песням по две минуты. А почему к этим песням по две минуты вы не должны привыкать? Это был просто пример. К песням по две минуты вы должны привыкать, потому что не по две минуты. Нет, потому что это просто. То есть Аристотель говорит, самый дешевый путь всегда самый пристойкий. Но он не ведет к счастью. Он не ведет к счастью. Но человек может ощущать себя счастливым. И это тоже вопрос, который Аристотель берет, о котором мы обязательно обсудим. А как быть с людьми, которые утверждают, что они где... То есть, смотрите, ответ будет примерно такой. Видели собаку, которая долго не видела своего хозяина, а потом он пришел? Она выглядит счастливой? Безумно. Абсолютно, конечно. Она может быть счастливой? Нет. А, потому что она собака? Видели детей, которые вокруг родителей бегают, когда те им дарят подарки или там мороженое покупают? Выглядит супер счастливой. Ребенок не может быть счастливым. То же самое и с каким-нибудь наркоманом. Он лежит под веществами супер счастливый. Не может быть счастливым. А это вообще фишка всех классиков – решать, что и как за других? Философия занимается познанием истины. Истина объективна, неизменна и вечна. Это значит, что когда вы достигаете истины, она для всех. Не бывает партикулярных истин. Ну, истины же мы не достигли и не достигнут. Это вы отравлены нитчанским представлением, транслируемым некоторыми вашими преподавателями, которых мы не будем называть. Но именно такое представление означает, что философия мертва и закончилась. Мы же, препарируя труп, должны продолжать делать вид, что она не закончилась и не мертва. В смысле, что ей больно, и она кричит. Потому что невозможно сказать, что философия ничего не достигла, перед этим не изучив последовательную философию. Только когда вы познаете точку зрения, разберетесь с точки зрения Аристотеля, только тогда вы можете сказать, нет, она не для меня или нет, она неправильная, или нет, это не работает. Но уже сейчас, в самом начале, я говорю вам, что это работает, потому что мы до сих пор существуем в этой параде. Да, сейчас либералы скажут, что счастье – это индивидуально, но они до сих пор не отрицают, что цель человеческой жизни – это счастье. Есть те, которые отрицают, но это не либералы. Консерваторы, например, некоторые, да, определенные типы консерваторов. Просто еще помню, вы говорили о том, что то, в чем мы живем сейчас, это наследие Ницше. Да, да. А при этом это и наследие Аристотии. Конечно. Тогда мы говорили о Ницше, и я должен был подсветить вам то, что делает Ницше актуально. То есть они могут сосуществовать? Нет, они не могут сосуществовать, и вы помните начало прошлого курса. Мы до сих пор по инерции движемся в старой парадигме, что разум все определяет, что цель человека – счастье. У нас государство на этом построено, культура не меняется быстро, цивилизация не меняется быстро. Но сто лет назад этой парадигме был нанесен страшный удар в виде философии Ницше. Этот страшный удар повел за собой некоторые исторические последствия, которые всем не понравились настолько, что несмотря на то, что либерализм расшатывается и умирает на наших глазах, общество все равно продолжает за него цепляться, потому что ему не нравится нелиберализм. В современном обществе мы находим влияние как классических либералов, так и Аристотеля, так даже немножко и Платона, так и Ницше. То есть мы находимся в культуре, которая полностью разбавлена, где происходит броновское движение, где происходит разложение. Мы находимся на перепутье. Скоро нам придется сделать какой-то выбор, и этот выбор не может быть, давайте продолжим либерализм дальше. Еще бы сто лет назад, я бы говорил только про Аристотеля и не про кого, но вот сейчас мы можем говорить и про влияние Ницше, и про влияние Аристотеля. Через сто лет уже нельзя будет говорить про влияние Аристотеля, вот сейчас, например, нельзя говорить про влияние Платона. В 15 веке можно было говорить, сословное государство – это как бы результат идеального государства Платона. Бог на небесах, как великая блага, это как бы результат идеи Платона. Христианство – это платонизм для масс. Такие шутки можно было делать. Сейчас уже нельзя. Какой Платон? Какой СССР? Так это же Маркс и марксизм. Ну, класс его можно же говорить. Нет, нет. Так можно, так говорят только очень, давайте ясно, так говорят только Карл и Попперы. Люди, не понимающие ничего в философии. Ну, по сути, наверное, коммунизм ведь тоже строится на построении общего счастья. Конечно, конечно. Коммунизм – это тот же либерализм. То есть социализм – это следующий виток развития либерализма. Цели те же, только помните, а мы с вами об этом и говорили, мы можем говорить о либерализме и социализме в христианских терминах, очень простых. Либерализм – это побег из ада. Давайте власть перестанет людей на улицах убивать, а? Давайте люди от голода перестанут умирать, пожалуйста. А давайте вы их пытать не будете слишком сильно. А социализм – это побег в рай. А давайте государства вообще не будет, войн вообще не будет, болезней вообще не будет. В некоторых радикальных версиях социализма даже смерти вообще не будет. Голода не будет, труда не будет, никаких причин бороться друг с другом не будет, страданий не будет. Будет вот чистой ради земли. То есть вот в этих концепциях ада и рая мы можем описать социализм и либерализм. Но, конечно же, социализм выходит из либерализма. Это естественное продолжение. Хорошо. Мы попытались строить Аристотеля в общую канулу, то есть встроить Никомахову этику вот в эту большую, абсолютно невыносимо, гигантскую аристотелевскую систему. И вы будете продолжать видеть в Никомаховой этике отблески этой системы постоянно. Что в спорах с Платоном, что в описании счастья, что в описании Франесиса, что в разговоре о душе. Все это обязательно будет. Теперь мы должны поговорить с вами о проблеме. Потому что проблема какая? Мы выбрали читать Никомахову этику. Я прислал вам Никомахову этику. Вы открыли Никомахову этику. Ну, содержание, да? Вы же честные люди. Вы сначала открываете содержание. Поэтому в хороших книжках содержание всегда на первой странице, а не на последней, как в советских книжках. Открываете содержание, а там тан-тан-тан две этики. Никомаховая этика и большая этика. Вы, естественно, с такими глазами большими заходите на Википедию. В Википедии говорят, так их три. Есть еще некая Евдемовая этика. Потом открываете хорошую книжку, ну, вы начинаете думать, как так получилось. Открываете какую-нибудь статью, которая посвящена исследованиям этих трех этик, а там написано «Этики не три, а четыре. Есть трактат о добродетелях и пороках». И тут у вас наступает большой вопрос. Аристотель первый систематический мыслитель и систематический излагатель. Если он систематический излагатель, а не Стефани Майер, не Джей Р. Толкин, не Питер Джексон, зачем он делает бесконечные версии одного и того же? Зачем ему четыре этических произведения, если достаточно в одном этическом произведении изложить все свои взгляды последовательно? Сейчас о добродетелях и пороках не говорим, поговорим о трех этиках. С самого начала, как у человечества появилась так называемая литературная критика, то есть нормальная лингвистика современная, этот вопрос откуда три этики нормальные люди стали себе задавать и Аристотелю тоже. В 19 веке появляется эта наука и первый, кто начинает про все это говорить, это, естественно, Шлирмахер. Шлирмахер смотрит на эти этики и говорит, большая этика это подлинная этика, потому что в ней не обсуждаются интеллектуальные добродетели, только моральные добродетели, а в никомаховой этике обсуждаются послеморальных интеллектуальные. Поэтому никомаховая этика это подложная этика. Про Евдебовую этику мы вообще не говорим, это непонятное нечто. Вслед за Шлирмахером появляется Спенгель и Спенгель говорит, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, значит, ты там со своими дурацкими выводами отойди, а я профессиональный, ты профессиональный философ, а я профессиональный лингвист. И только никомаховая этика подлинная, потому что только на нее Аристотель ссылается, например, в политике. сложный. Чуть позднее другой исследователь Ягер начал говорить, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, не-не-не, не-не-не-не-не-не. На самом деле все этики подлинные, и они нам показывают историческое развитие взглядов Аристотеля на эту проблему. То есть вот он сначала думал одно, потом начал думать другое. Проблема какая? Книги 4-6 Евдемовой Этики это книги 5-7 Никомаховой Этики. То есть слово в слово одно и то же. Настолько, что некоторые издания советские и английские Евдемовой этики просто не содержат этих книг, написано «Смотри Никомахову этику». И, соответственно, Евдемова этика оказывается более ранней версией, чем Никомахова этика. И, соответственно, надо изучать, почему в университетах изучать только Никомахову этику, потому что она более совершенная. При том, что современная точка зрения, она заключается в том, что действительно Никомаховая этика – это более поздняя и более совершенная, чем Евдемова и чем большая. Вот я открыл пару последних статей, последний след мне предлагает немного другую картину, а именно, во-первых, что не надо подвергать никакую из этик сомнению, все этики подлинные, во-вторых, они отличаются друг от друга не временем написания и зрелостью, философской зрелостью или мыслительной зрелостью Аристотеля, они отличаются друг от друга целевой аудиторией, о чем прямо сказано в начале как Никомаховой, так и Евдемовой этики. Евдемовая этика посвящена философам, Никомахова этика посвящена законодателям и учителям законодателей, именно поэтому она так напрямую связана с политикой. Большая этика больше не считается подложной, а о добродетелях и пороках все еще считается подложными, но даже это теперь распаривается. Мы не можем читать все четыре произведения, понятное дело, мы должны выбрать какую-то одну, и мы выбираем классическую Никомахову этику. Но мы выбираем ее не только потому, что она классическая и это такой вот стандарт изучения аристотелевской этики, мы также выбираем ее потому, что для нас она имеет определенного рода значения, она обсуждает вопросы, которые нас интересуют. Кроме того, давайте я по-другому выражусь. Я считаю, что мы скорее законодатели и учителя законодателей, чем философы. Нам скорее по долгу моей и отчасти вашей службы ближе политическая тема, чем тема сугубо философская. И Никомахова этика напрямую связана с политикой, и соответственно в Никомаховой этике обсуждаются те вопросы, которые делают политику возможной. То есть, вместо того, чтобы призывать вас, значит, оторваться от жизни и пойти вместе со мной пофилософствовать, я наоборот пытаюсь приземлить вас обратно и сказать, смотрите, как этическая система или философская система создает идеальный порядок. Мы знаем аристотелевский идеальный порядок, или вы знаете аристотелевский идеальный порядок, и сейчас, когда мы Никомахову этику простем, мы сразу сможем понять, почему он такой и сколько вопросов к этому идеальному порядку можно задать. Именно поэтому мы и выбираем никомаховую этику. Чему посвящена никомаховая этика? Да, 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 конечно же, вопросу о счастье и о благе. И на самом деле, наверное, сейчас давайте мы... Да, давайте мы прируемся тогда на этом, а потом уже я постараюсь описать вам коротко планы Аристотеля, и может быть мне что-нибудь еще в Бог придет. Есть ли какие-нибудь вопросы? Тогда давайте остановимся.